Раз в неделю национальная полиция приезжает дооккупированные год назад сёла Луганской области. На их пути Грековка, Макиевка, Невская и Новолюбовка. В этих населённых пунктах на сегодняшний день проживают около сотни мирных жителей. В результате регулярных обстрелов российскими войсками тут нет ни электричества, ни воды, ни газоснабжения. Да какой свет? Нет ни света, ни воды. Генераторы иногда включаем. Супруги Тамара и Андрей говорят, с ними в селе сейчас живёт ещё три человека. После деоккупации с силами обороны Украины 28 октября прошлого года российские войска пытаются снова зайти на эту территорию. Три дня трудно. Да и авиация работает. Трудно. Жители Новолюбовки, Макиевки, Грековки и Невского Луганской области попали в российскую оккупацию 3 марта 2022 года. В ходе харьковского контрнаступления их освободили вооружённые силы Украины. В результате ежедневных обстрелов российских войск со стороны временно оккупированных территорий Луганской области все поля в округе выжжены. Дорога разбита авиаударами, а на обочинах – неразорвавшиеся боеприпасы. А вы тут один живёте? На улице здесь один. Там зарядка – два человека. И там ещё семь или восемь. Вот и всё. В соседнем Макиевке живёт около 30 мирных жителей. Николай показывает погнутой взрывной волной и посечённый осколками забор. Мужчина говорит, дом тоже повреждён, но к зиме подготовлен. Его соседи также готовятся к похолоданию. Я к зиму собираетесь. Как к зиму собираетесь встречать? Дрова есть? Дрова там что-то есть. Да как? Дров теперь у нас много. Ты же видишь. Хаты разбиты, одни дрова теперь. Дров уже такую кучу настягивало. В коровнике потолок завалился. В сарае стену вывалило. Всё в кучу. Одно удовольствие, что топить будет чем. Крыши побиты, всё побито. Но главное, что все мы живы. Их сосед тоже Николай показывает нам последствия очередного обстрела села. В результате попадания сгорела вся его сельскохозяйственная техника. Нет сарае, кухни, всё, плиты и те разлетелись. Я там стоял, меня шифер как стукнул по голове. То я хоть немного слышал, а сейчас совсем уже не слышу. Окна вылетели, крыша вся разбита, стропила побиты. В общем, всё надо переделывать. Сарай разбитый, кладовка разбита. Так я там сейчас разбираю, хоть немного брезент кинул, там зерна немного есть. Потому что дождь пойдёт, оно пропадёт всё. Мужчина говорит, после того, как потерял всё нажитое, решил вместе с супругой эвакуироваться. В этом им помогает областная полиция. Правоохранители раз в неделю привозят местным хлеб и гуманитарную помощь. Тех, кто решился выехать, забирают с собой. Людям предлагают переехать в более безопасные регионы Украины. Обеспечением всех нужд на новом месте занимается Краснореченская военная администрация. В итоге, в течение недели из Макеевки эвакуировали шестерых жителей. Тем, кто пока что решил остаться, полиция передаёт помимо гуманитарной помощи буржуйки для обогрева. Сейчас в деоккупированных населённых пунктах Луганской области проживает, по нашим подсчётам, примерно 90 человек. В основном это люди преклонного возраста. Полиция области продолжает, как и всегда, на постоянной основе поставку гуманитарной помощи, проведение необходимых стабилизационных мероприятий и эвакуацию гражданского населения. Тем более, имелись случаи гибели людей в результате обстрелов противника. Осуществлялась эвакуация тел погибших. И местные, которые хотят выехать на более безопасную территорию. Конечно, полиция Луганской области занимается их эвакуацией. Атаки российских войск на подконтрольную Украине часть Луганской области не прекращаются. Так, 8 октября Невская и Новолюбовка были обстреляны российской авиацией. Также противник бил посёлом реактивными системами залпового огня. Стилы обороны Украины продолжают успешно сдерживать российских оккупантов на этом направлении. Анастасия Волкова, Артём Воронин из Луганской области для телеканала Freedom.